Приветствую вас на своем канале Брак в Дании и сегодня мы разбираем вопрос с апостилем. Что такое апостиль? Если вы умеете пользоваться гуглом, вбейте в поиск и прочитайте в википедии. Я сделала точно так же и сейчас зачитаю вам дефиницию этого слова. Во-первых, сразу хочу сказать, что апостиль это французское слово, а во французском языке ударение всегда падает на последний слог, поэтому это не апостиль и уж тем более не апостол, это апостиль. Итак, я прям читаю вам, что написала. Апостиль это форма официального подтверждения документов для признания их юридической силы во всех странах, присоединившихся к ГАГской конвенции от 5 октября 1961 года. Что это значит? Во-первых, не все страны мира присоединились к этой ГАГской конвенции. Например, многие страны Африки не выдают апостиль, не ставят их на документы просто потому, что они не имеют такой силы. Но большинство стран СНГ, Евросоюза и вообще все цивилизованные страны ставят апостиль на документы. Зачем он нужен? На какие документы вообще не обязательно ставить апостиль? Если мы говорим о документах для брака в Дании, то апостилируем мы только свидетельство о расторжении брака, аннуляции брака или, не дай бог, смерти супруга или супруги. Эти документы, если они были выданы не в странах Евросоюза, не в США, не в Австралии, не в Турции и еще кое-каких странах, то они обязательно для апостилирования. То есть, если вам нужно апостилировать свидетельство о расторжении брака, вы обращаетесь в ЗАГС по месту выдачи этого свидетельства и там вам поставят апостиль. Затем вы этот документ переводите и нотариально заверяете. Если же вы разводились в странах Евросоюза, то ничего апостилировать не нужно, я имею в виду для брака в Дании. К сожалению, очень часто бывают ситуации, когда человек уже находится здесь, в Европе или в Германии, в частности, и говорит, что у меня был развод в Казахстане, в Украине, в России и тому подобное. Как же мне поставить апостиль, находясь в Германии? По идее, вы должны лично туда приехать и поставить апостиль. Но есть вариант сделать это по доверенности. Либо вы пишете доверенность на кого-то из друзей и родственников, и они пойдут в том городе и поставят апостиль. Либо есть агентство, обычно вы можете обратиться в бюро переводов и спросить, есть ли у них такая услуга по апостелированию документов по доверенности. У хороших, качественных агентств такие услуги есть. То есть бывали случаи, когда, обращаясь к нам невестой, допустим, из Беларуси, они жили, работали в Германии, физически не могли поехать ради одной печати на родину, они занимались этим на расстоянии через доверенность. Нет единого органа, который бы ставил апостиль на все ваши документы. То есть, если вы апостелируете документы, выданные в ЗАГСе, этим занимается ЗАГС. Если вам нужно апостелировать диплом, хотя это не имеет отношения к браку, но просто я вам напоминаю, значит, этим будет заниматься Министерство образования и так далее. Апостиль ставят как на оригинал, так и на копию. Конечно, лучше всего поставить на оригинал. Сразу учитывайте, что у апостиля нет срока годности. Достаточно его поставить один раз на документы, и он будет действовать всю жизнь. Апостелировать документы в посольстве или консульстве невозможно. Если вы зайдете на их сайт, вы прочитаете прям крупным красным текстом объявление, что мы не занимаемся апостелированием документов. Если мы говорим о Российской Федерации, допустим, вам нужно апостелировать свидетельство о разводе, вы идете в тот ЗАГС, где было выдано это самое свидетельство, и апостелируйте его. Учитывайте, что очень часто нужно предварительно записаться на эту процедуру. Иногда вам нужно ждать запись несколько дней или даже недель, потому что очередь из желающих большая. Также вам нужно будет оплатить онлайн заранее, или прям там на месте, если есть такая возможность, пошлину за апостиль. В России это 2,5 тысячи за апостелирование любого документа. Итак, я всегда советую вам заниматься апостелированием заранее, потому что эти документы вам понадобятся как для брака в Дании, так и для воссоединения семьи в Германии. Позаботьтесь об этом вопросе. Если вы, конечно, эмигрируете, неважно по браку, воссоединению, работе, учебе и тому подобное, я вам советую все-таки апостелировать заодно и другие документы, которые в будущем вам, возможно, здесь понадобятся, чтобы вы не бегали и не искали, как же мне апостелировать документы на родине. То есть апостелируйте свой диплом или какие-то еще сертификаты об образовании, апостелируйте свое свидетельство рождения, не забудьте, если у вас оно в виде книжки еще из СССР, обновите, идете в ЗАГС, берете дубликат свидетельства рождения одним листочком зелененьким новым и его апостелируйте. Свидетельство рождения не нужно ни для брака в Дании, ни для воссоединения в Германии, но на будущее все равно это сделайте, потому что бывают разные варианты, когда вы оформляете какие-то документы здесь в Евросоюзе и вам срочно нужно свидетельство о рождении с апостелем, а у вас его просто нет, либо это вообще свидетельство из СССР, оно здесь абсолютно не котируется. Теперь я вам расскажу, какие документы апостелировала я, потому что я сама выходила замуж в Дании и воссоединялась с супругом в Германии, меняла фамилию здесь. Итак, первое, конечно, свидетельство о браке. У меня был брак в России, свидетельство о расторжении брака нужно апостелировать там, до того, как вы подаете документы на брак или на эмиграцию. Следующее, когда вы заключаете брак в Дании, очень часто пары спрашивают, нам вообще нужно апостель или нет. Все зависит от того, для чего это свидетельство о браке будет использоваться. В Германии все свидетельства выданной Дании котируются и признаются без апостиля и без перевода, потому что они подписали взаимное соглашение, что принимают документы друг друга без какой-либо легализации. То есть вы поженились в Дании, и далее для воссоединения в Германии вам не нужен ни перевод, ни апостиль на датское свидетельство, для замены фамилии, для каких-то оформлений документов, страховки, финансамты, всякое прочее, ничего не нужно делать с датским свидетельством о браке. Но если вы собираетесь ставить печать, допустим, внутренний паспорт, что у вас зарегистрирован брак с иностранцем, конечно, вам понадобится легализованное, апостелированное свидетельство о браке. Вы апостелируете его, это не проблема, мы, естественно, организуем этот апостиль. Вот так выглядит он на датском документе. И затем уже, когда поедете на родину, закажете перевод и документа, и апостиля, и нотариально все это заверите. И вот в таком сшитом виде вы со своим свидетельством о браке будете ходить по различным министерствам или где там вам надо в России. Но это также касается не только России, любых стран СНГ, Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Я меняла фамилию здесь, в Германии. Мне так было проще и быстрее, не выезжая на родину, и логичнее, так как мой муж гражданин Германии, я могла сменить фамилию Штандензанд, это ЗАГС местный. Мы подали документы заранее по e-mail, долго, это несколько месяцев, 4 или 5 все проверялось, мурыжен для нас, но в итоге сменили фамилию. Я получила вот такую бумагу, здесь написаны все мои фамилии от Рождества Христова. То есть, какая у меня была фамилия до первого замужества, после развода и сейчас, что я меняю фамилию на новую по супругу. Далее, этот документ имеет силу только в Германии. Чтобы я могла поменять свой внутренний паспорт в России, я, естественно, должна поставить здесь, в Германии, апостиль. Этим тоже занимается не ЗАГС, а отдельное ведомство. В каждом городе свое, ищите, записывайтесь заранее или идите в порядке живой очереди. У меня это заняло буквально 2-3 часа отсидеть в очереди. Заплатила я, по-моему, 15 евро и сразу при мне поставили апостиль. Ничего сверхсложного здесь, в Германии, с апостелированием нет. Далее, я этот документ, опять же, у себя на родине, перевела полностью в сам документ, справку о смене фамилии, апостиль, и заверила нотариально. И вот этот документ мне нужен был для того, чтобы поменять внутренний паспорт на новую фамилию. А уже после замены внутреннего паспорта я поменял, понятно, банковские карты в России, и уже с новым внутренним паспортом уже здесь, в Германии, в посольстве получала новый загранпаспорт. Вот для чего нужна апостиль. Надеюсь, у вас вопросов больше не осталось. Google вам в помощь. Если вас интересует, как заключить брак в Дании, и какие именно документы нужны именно вашей паре, потому что универсального списка не существует, обратитесь, пожалуйста, к нам. Контакты найдете ниже. Всего доброго!